Производители сои в США терпят убытки. Производители сои в США терпят убытки. Фото. Global Press.com.ru Все статьи автора. Из номера 035 за 24 мая 2019 год опубликована полночь 22-24 мая 2019 год. Версия для печати отправить по почте. Американские фермеры с нетерпением ждут позитивного завершения американокитайских торговых споров. Американские фермеры, выращивающие сою, испытывают разочарование в связи с торгово-экономическими трениями между США и КНР, которые были спровоцированы Вашингтоном и продолжаются уже несколько месяцев. Они терпят большие убытки и надеются, что страны как можно скорее заключат взаимовыгодное соглашение, на взаимной основе отменят дополнительные пошлины на товары, завершат торговые споры и восстановят нормальные торговые контакты. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа председатель Американской ассоциации производителей соевых бобов Дэвид Стивенс. Он отметил, что из-за негативного воздействия торгово-экономических разногласий между США и Китаем фьючерсная цена на соевые бобы за прошедший год снизилась более чем на 2 доллара США за бушель, 1 бушель 36 литров, что заметно сказалось на прибылях американских фермеров, выращивающих сою. Согласно данным Чикагской товарной биржи, фьючерсная цена на бобы с поставкой в июле текущего года в конце торговой сессии 13 мая составила 8,25 тысячных доллара США за бушель, достигнув, таким образом, самого низкого уровня за последние десятилетия. Фермеры не хотят и дальше нести убытки из-за бесконечной таможенной войны, восстановление китайского рынка жизненно необходимо для них. Американская ассоциация производителей соевых бобов в понедельник, 13 мая, в своем заявлении отметила, что постоянно выступает против урегулирования торгового дисбаланса путем применения односторонних таможенных мер, поддерживает увеличение экспорта американской сельскохозяйственной продукции, в том числе и соевых бобов. Фермеры выступают за торговые переговоры. Дэвид Стивенс также указал, что американские производители сои на протяжении 40 лет увеличивали присутствие на китайском рынке. В последние годы экспорт американских бобов в КНР значительно вырос. Так, в 1997 году экспорт американских бобов в Китай составлял около 40 миллионов долларов, а в 2017 году этот показатель увеличился до 14 миллиардов долларов. После нескольких раундов консультаций США и КНР по-прежнему не удалось заключить торговое соглашение. По его словам, для американских фермеров это означает потерю ценного рынка, стабильных цен и возможности поддержки семьи и общины. Июнь – последний срок посева сои в США. Фермеры в некоторых районах США ожидают прогресса на переговорах США и КНР, с тем чтобы определить посевной план на текущий год. Они надеются на скорейшие достижения соглашения и не хотят продолжать беспокоиться из-за неопределенности в результатах переговоров.